Приветствую вас. Чаще всего, то что вы описываете связано с тем, что человек не может, не смог, точнее не смог вовремя выразить свои ощущения по поводу тех событий негативных, трагических событий, которые произошли. Что это значит? Что это значит, что в нашей жизни что-то случилось. Вот. Вы свои переживания, эмоции, чувства по этому вопросу заблокировали. Ну, неважно, неважно почему вы это сделали, да, заблокировали. Вот. Просто заблокировали. Вот. Вы это заблокировали. А они остались. Они никуда не делятся со временем. Эти чувства. И, вероятно, у вас осталось, осталось что-то вроде обиды, но... тех людей, кто должен был, по вашему мнению, оценить вас и поддержать в данной ситуации трагической и тяжелой. Вот. Остались какие-то вот невыраженные моменты, вероятно, связанные с этим. Вот. Ну, может быть, я об этом не уверен, но, может быть, вы... не доплакали. Может быть, вы не догрустили. Может быть, вы не отпустили до сих пор те... ээээ... трагические события, которые в вашей жизни произошли и случились. Так или иначе, эээ... так или иначе, любые трагические события, к сожалению, оставляют правду. То есть, разрученные, привычные представления человека... человека... эээ... о... себе и... эээ... о... о других людях, о мире и... и так далее. Вот. И... эээ... необходимо какое-то время, чтобы... ээээ... после такого... эээ... грубо говоря, эээ... в себе... в себя... в себя прийти. Вот. То есть, это... эээ... к сожалению, процесс не быстрый. Вот. Ну, а если вы... эээ... одна в этом... то есть, если вы... ээээ... ээээ... ну, условно говоря, да, если вы... ээээ... значит... ни с кем своими... переживаниями... не делитесь. Вот. То вам, конечно, одно и тяжело, и более того, вы... можете ощущать некую депривацию и действительно обесцеленность. Потому что... люди думают, что вы уже пережили... эээ... то, что вы переживаете. на самом... на самом деле, нет. На самом деле, вы... не переживаете. Это все вы не пережили. У вас... все это... ээээ... там... грубо говоря... горит, значит... ээээ... разрывает, а... как бы момент еще упущен, все живут дальше, кроме вас. Вот. И... вам может сказать, что люди, вот, когда... обсуждают с вами какие-то обычные вещи, они просто обесценивают... эээ... ну... то, что... вы... вы... там... чувствуете, они... обесценивают... то, что вы ощущаете. Ну, к примеру. К примеру. К примеру. Вот. Я не... утверждаю... наверняка... то, что... эээ... говорю... эээ... потому... потому что... эээ... ну... понятно, что... эээ... я не знаю, как... как... на самом деле... эээ... и я не знаю, какие... ээээ... события в вашей жизни... эээ... вот... эээ... но... мне... мне кажется, что... примерно так. То есть, мне кажется, что... ээээ... вы... ээээ... человек... такой... ээээ... эээ... достаточно эээ... ранимый, да? Вот... эээ... чувствительный... ээээ... вот... но... в то же время... вероятно... эээээ... ээээ... эээээ... эээээ... ну... как бы... эээээ... не показывающий эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ какие-то вот сложности с тем, чтобы выразить, выражать свои переживания, свои эмоции, свои чувства, вот. И может быть несколько человек было, кому вы могли это делать, но сейчас у вас может быть результат этих трагических событий, этих людей стало меньше, и соответственно вам стало тяжелее, тяжелее, ну, это в принципе, к сожалению, нормально, то есть это не успеет, вот, а новых людей вы не нашли, ну, как бы, я вам могу только здесь чисто, вот, чисто по-человечески я могу вам посочистить, вот, и могу сказать, что психологи как раз, вот, тем и занимаются, что помогают людям переживать подобного рода проблемы, вот. Поэтому, вот, если вы хотите справиться с этим и начать жить дальше, то вам нужна, вам нужна помощь специалистов. Еще один важный момент заключается в том, что, какова мотивация идти дальше, идти вперед, то есть, ну, условно говоря, зачем мне отпускать вот эту ситуацию, что я получу, и, мне кажется, что у вас есть некая проблема в том, чтобы ответить себе на этот вопрос, то есть, вы можете не знать, что вы получите, вы можете не очень понимать, а зачем, зачем мне все это заканчивать, для чего мне все это заканчивать, вот, что я получу, если я все это заканчу, ну, грубо говоря, вот, и, соответственно, если это, если, 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 если это так, вот, то это еще один дополнительный момент для вас, чтобы вы оставались в этом подвешенном состоянии. Так что очищать свою голову не нужно, вот, именно очищать. То, что действительно нужно, так это разобраться во всем, что произошло, а принять опыт, который, ну, может быть и болезненный, да, но он, он, есть этот опыт, вот, и дальше уже смотреть, что вы можете сделать с этим опытом, а потом, как вы можете его, его использовать, этот опыт, может ли этот опыт, раз он уже есть, вам помочь, вот. Ну, лично я думаю, что может этот опыт вам помочь, если, если он уже есть. А вы, вы можете этого опыта, в принципе, и бояться, вот, потому, что он называет боль, он называет те чувства, которых вы, может быть, пытаетесь избежать, я не знаю. Это не утверждение, это лишь моя гипотеза, сейчас только. Поэтому я не процентую на этом, и хочу, чтобы вы воспринимали это так. Я говорю просто сейчас свои мысли, по, ну, вот, по поводу. Вот, как-то на самом деле я, к сожалению, знать не могу. Вот, потому что вы, ну, по сути, не раскрыли ничего. Вы не раскрыли, как именно события произошли в вашей жизни, и, вот, как это связано с тем, что вы чувствуете себя. Ну, вот, вещи, вот, с каким образом связано, да, непонятно. Ну, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее. То есть, вариантов здесь, правда, достаточно много. Вариантов здесь, правда, хватает. Вот, и, соответственно, нужно смотреть, какой именно вариант ваш, чтобы, ну, чтобы ненароком не обесценить, вот, то, что... Вы сами, сами считаете это для себя важным. Вот, ну, потому что обесценить все достаточно легко. Вот. Если попробовать, то помочь вам освободиться от этих трагических событий, вот, может быть, даже проявить какую-то агрессию, не свойственную вам, да, то есть, все это совершенно безболезненно можно сделать со специалистами. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что сформировано вам обратно в ответ на мой комментарий и комментарии моих коллег. Так, оно подходит началом плодотворной, я надеюсь, психотерапевтической работы. Вот. Спасибо вам еще раз. Самого доброго, доброго и не теряйтесь. Боже. Субтитры делал DimaTorzok